Музыка Запретить учащимся пользоваться в школе гаджетами, которые дороже 5000 рублей. С таким предложением к министру просвещения вышел один из депутатов Государственной Думы. Равенство школьников в этой сфере, уверен, он пойдет им лишь на пользу. Согласны ли с таким предложением педагоги края? Мы сегодня спросим у Константина Ерофеева, директора школы номер 134 города Барнаула. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Действительно, очень интересное предложение поступило. Но, естественно, у учителей и у директоров, у управленцев возникли сразу чисто технические вопросы. Вы узнали об этом из интернета? Только из СМИ, да, естественно, социальные сети, Фейсбук все это обсуждают. Вот. Чисто технический вопрос. Как определить, что гаджет стоит дороже 5000? Да, то есть на входе, получается, школы какого-то человека специального поставить? Да, мы можем с вами сравнить ваш и мой телефон. Мой стоит до 5000, ваш, я надеюсь, стоит гораздо дороже. Ну, не гораздо, но немножечко дороже. Да, но тем не менее, чисто визуально сейчас устройства, они не настолько отличаются, чтобы можно было провести такую оценку. Либо что, требовать тогда от детей, чтобы они приходили с чеком, и таким образом пускаем, либо не пускаем, возникает другая еще проблема неравенства уже по другому принципу. То есть тогда получается, что у нас школа только для одной категории, а другим вход туда запрещен. Ну, вообще подчеркивают ли дорогие телефоны расслоение в обществе? Вот в школе, к примеру. Ну, опять же, все зависит от воспитания. Я, например, знаю большое количество достаточно людей успешных, достаточно людей обеспеченных, которые своим детям не покупают действительно дорогие устройства. Зачастую люди из последних денег пытаются купить что-то дорогое, чтобы повысить свой статус. А люди успешные в этом не требуют. То есть этого им не требуется. Им достаточно купить устройство, которое будет просто выполнять свои функции. Многие покупают детям, особенно в начальных классах, простые кнопочные телефоны для того, чтобы прийти, позвонить, отзвониться о том, что он дошел до школы. Это вполне достаточно. А вот, например, если такое предложение примут и не будут пускать с телефонами дороже 5000, таким образом неравенство в доходах родителей, его можно как-то нивелировать? Глазами не видно неравенства в доходах родителей, потому что, в принципе, сейчас реализуется, ну не то, что реализуется, хорошая практика введена о том, что единая форма одежды. То есть мы уже чисто визуально не можем отличить ребенка из одной категории семьи, либо из другой категории семьи, потому что все одеты более-менее унифицировано. На родительских собраниях они выбирают ту форму одежды, которую они считают для детей удобно, которая может позволить себе любая семья. А телефон, они лежат в сумках, в рюкзаках, либо еще где-то. Ну и получается, мне кажется, что вообще мы возвращаемся куда-то в Советский Союз, когда серьги золотые не разрешали носить, девочек умывали от косметики, я помню, бывало такое. Пока что это только инициатива, я надеюсь, что к этому мы не вернемся. В Советском Союзе было много хорошего, но если говорить именно о такой уравниловке, то, естественно, она на пользу современным детям не пойдет. Если мы сейчас зайдем в какие-нибудь современные интересные организации, в тот же самый наш кванториум, то мы увидим, что дети там абсолютно свободны, и они, наоборот, гордятся тем, что они могут проявить свою индивидуальность. И, к примеру, запретить ему прийти с каким-то навороченным гаджетом, на котором он что-то интересное сделал, и это может продемонстрировать своим друзьям, будет не очень удобно. Ну, я с вами согласна. Но если мы уже заговорили о гаджетах, то такой вопрос возникает. Насколько вообще телефон, ну, дорогой телефон или недорогой телефон, нужен ребенку в школе? Потому что и так говорят и медики о том, что с утра до вечера они сидят в этих планшетах, телефонах и компьютерах. Ну, смотрите, мы немного возвращаемся к истории, которая была в средней веке. Когда появилась книгопечатание, естественно, стали говорить о том, что книги очень вредны, очень вредно много читать, зрение упадет у людей, а много знаний вообще будет вредно, будут думать про что попало. Сейчас у нас такой же информационный бум, просто устройства, которые нам позволяют быстро получить информацию, стали несколько другими. И основным здесь является все-таки мастерство учителя. Сможет ли он это устройство использовать, либо оно будет ему только мешать? Но вы как преподаватель информатики, вот вы могли бы такое представить, что ваши школьники сейчас без единого телефона, без гаджета, без планшета, с учебником? Да, мне было бы это не всегда удобно, потому что иногда возникают такие вопросы, когда возникает затруднение у детей. То есть ситуация такая, которая требует поиска информации, мне иногда бывает удобно сказать, ну, у тебя же есть телефон, спроси Сири, она тебе найдет ответ на этот вопрос, и ты можешь его транслировать дальше всему классу. Либо вы найдите ответ на вопрос, потом мы посмотрим, какие ответы разные вы нашли, и мы можем это обсудить. Естественно, сейчас в современном мире листать те же самые словари, просто это потратится больше времени, а жизнь у нас сейчас очень динамичная. Вы все-таки за то, чтобы гаджеты у детей были? Они не мешают, если они лежат просто на столе. Другой момент, если урок идет не так, как надо, если он скучен, непродуктивен, неинтересен для детей, то тогда, естественно, у детей возникнет желание открыть ВК и полистать последние новости. Но если от учителя невозможно оторвать глаз, если дети всегда заняты делом, тем, что они что-то познают новое, либо работают над проектом, то им тогда до социальных сетей просто не будет времени. Максимум, что они возьмут, могут сфотографировать результат своего труда и запостить в Инстаграм, что тоже будет неплохим результатом, потому что это покажет, что он действительно работает. Получается, у вас техника востребована, как у педагога по информатике, а вот у других учителей? Ну, не знаю, русская литература, им она необходима? Русская литература? Ну, вот иногда на уроке литературы может возникнуть такой вопрос. А вы можете ли вы прочитать отрывок из своего любимого произведения? А ребенок здесь находится, вот у него книга. А где он возьмет этот отрывок, если он его не помнит наизусть по памяти? Но, опять же, устройство ему позволит это сделать. Еще один такой момент. Если у учителя урок был неинтересен смелым и с доской, то он навряд ли будет интересен с устройствами. Это зависит от педагога? Естественно, в первую очередь от его мастерства, увлеченностью своим делом. А если он умеет это делать, если он любит свою работу, и он действительно профессионал, то ему любые устройства будут только помогать и позволят сделать процесс обучения более интенсивным, более интересным. Какие-то еще положительные примеры использования гаджетов именно педагогами вашей школы можете привести? Ну, вот, например, в этом году мы стараемся опробировать проект по апробации электронных учебников, электронной формы учебников. То есть у нас заключен... Только в этом году? Да, у нас школа новая. Да, у нас школа новая. С этого года у нас заключен партнерское соглашение с организмом создательством. То есть, соответственно, есть некоторые учебники, доступ к которым нам предоставлен на бесплатной основе в этом году в рамках апробации. Соответственно, планшеты, которые есть в школе, то есть которые вы поставляли, на них будут установлены уже электронные учебники по английскому языку, по русскому языку, по биологии, по географии. И учителя на уроках будут опробировать именно эту форму учебников с нашими устройствами. Для детей будет выдана, произведена книговыдача электронных учебников для домашних устройств. То есть они точно так же могут пользоваться этими ресурсами на своих домашних устройствах, телефонах, планшетах, настольных компьютерах. Опять же, будет легче им рюкзаки носить, которые тоже родители жалуются, по 10 килограммов весят. Да, вот, например, мне известен один из примеров в школах Финляндии в некоторых. Существует такая практика, когда детям при поступающем в школу выдают планшет перед началом учебного года, где электронные учебники уже установлены. Соответственно, достаточно прийти в школу с небольшой сумочкой с планшетом, а не таскать тяжесть и нет никакой необходимости. Потому что сейчас учебники стали электронные, они другие. Это не просто PDF-версия. Там есть дополнительно все те же самые атласы, интерактивные лаборатории и так далее, которые можно сразу здесь использовать на уроке, выполнять домашние здания и так далее. До Финляндии нам еще далеко. И у нас такие же учебники. То есть, на самом деле, по современным требованиям учебники должны быть именно такие в электронной форме. То есть в ближайшее время во всех школах края должны появиться такие или все-таки эксперимент идет? Пока идет эксперимент, но я знаю, что уже большое количество школ города Барнулово, я могу сказать точно, уже закупают такие учебники, к примеру, по некоторым специфическим предметам. К примеру, иногда проще купить учебник физкультуры в электронном виде. Даже так? Да, он не настолько востребован, как бумажный. А здесь, если он в электронной форме, то ребенок может подготовиться к докладу, к выступлению, еще к чему-то, находясь дома, не таская еще лишнюю тяжесть учебник по физкультуре. Хотя он должен развивать физические навыки, но таскать тяжесть и только осанку. Я поняла. И ваши коллеги-педагоги, они придерживаются такого же мнения? То есть за то, чтобы гаджеты были в школе? Ну, здесь, естественно, я высказываю свою точку зрения. Кому-то они действительно будут мешать. Если этим не уметь пользоваться, они будут мешать и будут просить их убирать. У меня они всегда лежат на столе. То есть педагогическое сообщество тоже, оно неоднородно. Кому-то поможет, кому-то будет мешать. Все зависит от того, когда мы к этому привыкнем. Когда мы поймем, что это не зло, а благо на самом деле, нам от этого никуда не деться. Идите там. Спасибо, Константин. А я напомню об инициативе депутата Государственной Думы запретить школьникам пользоваться гаджетами, которые дороже 5000 рублей. Мы говорили сегодня в студии с директором Барнаузской школы номер 134 Константином Ерофеевым.